добрый вечер дорогие отцы братья сестры матушки и детишки сегодня мы будем завершать изучение пятой степени лестницы преподобного иоанна синайского иоанна лестничника мы остановились на двадцать седьмом стихе здесь я лестничник как бы подводит итог всему сказанию своему о особом месте о темнице знают достаточно что рассказанные мною подвиги блаженных он и страдальцев для одних покажутся невероятными для других превосходящими надежду а для иных приводящими в отчаяние но мужественный муж от сего уязвенный как острием отходит с огненной стрелой и ревностью в сердце то сейчас преподобный иоанн будет рассматривать несколько тегу категорий своих слушателей что кто может вынести из этого повествования какую пользу приобрести первое самая лучшая категория хотелось бы чтобы мы ходили в нее тоже значит мужественный муж от сего уязвенный как острием отходит с огненной стрелой и ревностью в сердце ну то есть по силам подражать может быть не внешне но по духу этим отцам нише же сего познает свою немощь и через самоукорение удобно стяжав смиренно мудрия устремиться вслед за первым но не знаю настигнет ли его то есть второй разряд это люди которые слыша о таких подвигах читая о таких подвигах святых понимая что сам неспособен на это хотя бы будет укорять себя за такую неспособность и тем самым стяжет смиренно мудрия познает свою немощь третий разряд нерадивый же пусть и не касается того что здесь описано чтобы ему отчаявшись не расточить и того что делает и тогда сбудется на нем евангельское слово от неимущего же усердие и ежемница имея возьмется от него то есть говорится что совсем нерадивым людям лучше даже этого и не касаться чтобы не впасть в отчаяния ну конечно хочется мне и вам пожелать чтобы мы хотя бы вот этого повествования вот пришли к смиренному мнению о самих себе что вот действительно люди подвизаются ради любви к господу вот а мы далеко от стоим от этого и хотя бы иметь самокорение смиренно мудро это уже неплохо было следующее когда мы впали в ров беззаконий то не можем выйти из него если не погрузимся без смирения кающихся знаете конечно много многие люди еще даже не осознают в каком состоянии находятся как далеко от бога находится как раз когда человек начинает евангельские заповеди исполнять то в свете этих евангельских заповедей он начинает видеть свою испорченность свою неспособность жить свято свою неготость проходить мытарство то есть отрезвляется человек но еще один из святых сказал когда человек получит благодать только тогда он осознает в какой беде находился до этого то есть когда человек становится святым для него становится таким очевидным что раньше он просто погибал а мы с вами еще может сказать не начинали борьбу со страстями с оскоренением страстей борьбу за смирение еще даже не совсем знаем в каком мы находимся состоянии в какой опасности мы находимся для того чтобы помните в молитве эфрема сирина дару мизрите моя пререшение надо у господа просить чтобы нам показал наши грехи надо стараться никого не осуждать не укорять и тогда все свое внимание обратить на свое состояние вот и когда мы увидим что впали в ров беззакония тогда наше сердце будет смиряться чтобы оттуда выйти надо погрузиться в бездну смирения кающийся дальше святой иван лестничник учит о трех видах смирения и но есть смирение кающийся исполненное сетование то есть ну пример можем привести из евангелия когда на самом деле реальный грешник мытарь зашел храм божий и понимал что за немного грехов не мог дальше пройти в начале храма стал столбить себя в грудь и произносить молитву боже милости будьте мне грешны он смирялся но это смирение кающегося дальше иное зазрение совести еще согрешающих то есть тех людей которые встали на путь исправления но конечно спотыкаются еще на этом пути и это их тоже смиряет а третье смирение блаженное и богатое смирение которое особенным божиим действием вселяется в совершенных не станем усиливаться объяснить словами сие третье смирение ибо труд наш будет суетен ну вот я еще нашел у святого силуана афонского об этом третьем смирении он своих писаниях известных пишет так тоже сначала первоначальное смирение рассказывает сейчас немножко здесь продолжу лестничка когда будет связь понятно с учением силуана афонского признак же второго смирения то есть человек который идет путем спасения но еще падает согрешает иногда вот признак этого смирения в совершенном терпении бесчестия то есть человек уже видит цель куда идти он старается предлагает свои усилия призывает божью помощь но по временам падает и ради цели достижения бесстрастия чистоты он готов терпеть всякие бесчестия признак же второго состоит в совершенном терпении бесчестия то есть он понимает что внешне бесчестия необходимо ему для исцеления от страстей часто старые привычки мучительным образом обладают и теми которые плакивают грехи свои и сие неудивительно слово о судьбах и падениях темно для нас и никакой ум не постигает какие грехопадения случаются с нами от нерадения какие попущением промысла а какие по оставлению божьему то есть говорит так что те люди которые и хотят спасаться оплакивать но иногда по старым привычкам совершаются и у них падение дальше он будет говорить о причинах падения а пока мы прочитаем у чела на афонского как он рассказывает про три вида смирения но тут он даже про два первые два объединяет гордый боится укоризны а смирены нисколько кто стяжал христово смирение тот всегда желает укорять себя и радуется поношение и скорбит когда его хвалят вот здесь мы можем идти ко второму виду смирения у стола ава дорофея и про него говорит старец но это еще первоначальное смирение а когда душа познает господа духом святым какой он смиренный и кроткий тогда видит себя хуже всех и рада сидеть на гноище как иов худых одеждах а людей видеть в духе святом сияющими и похожими на христа да даст милостивый господь всем вкусить христово смирение которое неописуемо и тогда душа уже не пожелать ничего более но вечно будет жить в смирении любви и кротости так же видите как сила на фонске неописуемо христово смирение когда дух святой вселяется в душу так же и а водорофей говорит не станем усиливаться объяснить словами сие третье смирение ибо труд наш будет щетен теперь о падениях почему же случается вы наверное замечали иногда когда люди слыша о падении кого-то человека в согрешении а этому за вот этот а это ему за то случилось или бывает случилось не грехопадение а скорбь какая-то несчастный случай это бога он оказал за то или за это но вот а водорофей говорит что не всегда понятно за что и как по божьему правосу все устрояется слово о судьбах и падениях темно для нас и никакой ум не постигает вы наверное слышали несколько таких есть повествований из жития но некоторые святых когда они задумывались господи ну почему вот богатые они обижаются грехах живут и в общем-то неплохо и не болеют даже вот а люди еще которые благочестивые у них будет и болезнь и несчастье всякие почему так несправедливо здесь на земле и господь смирял таких святых даже смирял говорит ты знай свое дело плача грехах своих а не пытайся умом понять судьбы божьи но в частности мы знаем из евангелия опять же повествование про лазаря который лежал у ворот богатого человека тоже если судить в земных рамках это несправедливо было лазарь был праведник и так страдал а богатый был такой человек лукавый злой хитрый жадный вот и он пребывал в таком как бы благоденствие казалось бы но видите смерть все расставила по своим местам и вот он говорит случаются грехопадения с нами от нерадения попущением промысла божия и по оставлению божием вот как он характеризует какие бы от грехи по каким причинам некто сказал мне что если мы падаем в грех по попущению божию то вскоре и восстаем и отвращаемся от греха ибо попустивший не дозволяет чтобы мы долго были одержимы бесом печали то есть господь видит что у нас какие-то может начатки есть превозношение или мы кого-то осудили и он может попустить по своему промыслу для нашего спасения какое-то грехопадение чтобы нас смирить вот но мы вскоре встаем от этого падения потому что это о божьем попущении если мы пали то прежде всего против этого беса да ополчимся ибо он представ во время молитв нашей и воспоминая на прежде наше дерзновение к богу хочет отторнуть нас от молитвы то есть если случилось грехопадение то надо подвизаться против этого греха чтобы исцелить его покаянием чтобы не иметь припинание в молитве к Богу мне это так интересно выражается что наша молитва вот мы молимся утром вечером на службах тоже как бы проходит мытарство мы знаем 20 мытарств и вот какие помыслы нас больше всего обаяют во время молитвы значит на этих мытарствах и задерживается наша молитва и нам тоже когда там предстоит задержаться поэтому нужно смотреть за своими помыслами особенно во время молитвы и стараться ум держать в чистоте во внимании дальше не ужасайся если каждый день падаешь не отступай от пути божия но стой мужественно и без сомнения ангел который хранит тебя почти твое терпение когда язва еще новая горяча тогда удобно исцеляется но застарелые оставленные в небрежении и запущенные раны неудобно исцеляются ибо для врачевания своего требует уже многого труда резания и прижигания в частности конечно приветствуется приход в монастырь человека еще в юном возрасте когда если есть какие-то страсти у человека то они еще молоды и человек легче исправляется если монастырь приходит ветхий такой человек уже закореневший свои греха страстях то гораздо тяжелее идет врачевание ну конечно бывают исключения но как правило это так многие раны от закоснения делаются не из цельными но у бога вся возможна ну тут наверное можно сделать привести пример преподобного павла при просто который очень в таком преклонном возрасте пришел подвизаться но за его именно простоту смирение послушание господь очень быстро возвел его на степень святости следующий вот очень важное это нам надо запомнить очень важно поучение прежде падения наш бесы представляют нам бога человека любивым а после падения жестоким это я еще где-то встречал по-моему в отечнике что ли встречается такое что когда помыса идут согрешить но ничего бог просит ну по слабости ну все же так согрешают все бог человека любивый простит вот иди на этот грех когда человек совершает грех тогда дьявол приступать с отчаянием уже все ты пал согрешил нет тебе спасения как ты мог вот бог очень строгий судья для того чтобы человека вернуть отчаяния попадение твоем не покоряйся говорящим о малых решениях о дабы тебе того не делать оси и ничто часто и малые дары великой ярос судьи утоляли говорится о том что вот допустим мысленные такие грехи когда дьявол дьявол хита так хочет делать ну лишь бы тебе вот блуд не впасть а так подумать об этом но это это еще ничего лишь вот тот грех не совершить большой а это ну еще ничего там послушать песни плохие или еще что-то и человек идет на это а потом так постепенно постепенно ну раз ты это уже согрешил тогда что-то осталось уже ну тогда и пусть это за одним там покажешь вот так хитро очень дьявол начинает с маленьких грехов постепенно человек согрешает ангел от него отходит строитель и человек потом уже по накатами больше больше грехи совершает кто истинно подвизается о своем спасении тот всякий день который он не оплакивал грехов своих почитает потерянным хотя бы совершил вон и какие-нибудь добрые дела вот тоже очень важное поучение то есть когда у нас есть обязанности мы их исполняем ну допустим возглавляем приход благочиние отдел много трудимся этого недостаточно спасения надо еще в этот день обязательно оплакивать свои грехи видите то есть она подвизается а нам надо истинно подвизаться по своем спасении тот всякий день в который не оплакивает грехов своих почитает потерянным потерянным для вечности хотя бы совершил в этот день какие-то добрые дела мы конечно бывает что такие дни проходят что даже добрых дел не делаем а бывает что и грехи делаем они тем более для вечности все это потеряно приобретение только грехов свастей но здесь говорится о добрых людях каким мы должны быть не только на добрые дела делать но еще все время иметь о себе смиренное мнение плакать о своих грехах а то может быть вы ну или по себе можем судить или такие случаи видели когда человек трудолюбивый много делает а смирение приобретает и конечно жалко таких людей нас самих если мы так поступаем кто плачет о себе тот не видит плачет ли другой и поле он и не станет судить других пёс у грузины зверем еще более на него разоряется и от боли которые чувствуют в уране не доступно на него лает ну подобно сему может еще такой пример привести вот случилось большое горе допустим мамы убили детей она плачет рыдает надо гробом и ее уже в этот момент не сильно интересует еще что где в мире происходит каких странах какие новости или наши стране какие-то еще случаи в соседних городах вот она уязвлена вот этой более также и мы тоже должны настолько плакать о себе чтобы не иметь зрение для видения чужих грехов или тут написано что мы не замечали каются другие люди или не каются что самое главное нам пребывать в покаянии должно внимать тебе не перестала ли совесть наша обличает нас не ради чистоты наш но как бы утомившись то есть бывает так что совесть нас нас ничего не обличает уже вот сегодня вчера вроде не согрешали надо задуматься может быть огрубела наша совесть утомилась уже нас обличать а мы не реагируем на эти обличения не по той причине нас не обличают что ни за что то есть грехи были в этот день сделаны но совесть нас не обличает надо ее будить такую совесть чтению священное писание творению стык отцов признак разрешение от грехов состоит в том что человек всегда почитает себя должником пред богом ну то есть а должник пред богом это значит он готов понести всякие скорби болезни поношение вот и значит что человек человеку прощенные грехи то есть он такой раб божеством ничего нет равного милости божьей нет ничего больше ее посему отчаявшийся сам себя губит ну то есть это уже то есть мысль повторяется здесь несколько раз и в том что человек почитает себя достойным все случающиеся ему видимых и невидимых скорбей и еще больше то есть мысль повторяется здесь несколько раз что истинно кающийся человек смиряется с тем что бывают скорби болезни и он их ожидает он их терпит он за них бога благодарит считает себя достойным всех случающихся видимых и невидимых скорбей вот конечно дай бог нам такое устроение иметь кающийся человека человека которого беспокоит его состояние он понимает что с таким настроем не пройти мытарство и не жить в вечности с богом вот постоянно иметь покаянный настрой и быть готовым переносить всякие скорби тяжкие бывают падения для ленивых поступлений их выночества они отнимают у них надежду без страсти и заставляют их думать что и одно восстанет из пропаси довольно божество помни что отнюдь не тем путем которым заблудили возвращаемся но другим кратчайшим для этого пояснения этого поучения есть ссылочка вот я там ознакомился как там поясняется говорится так что есть люди ленивые и случилось у них падение ну я не так вроде прошло ну грех совершил человек ну и он также в таком же течение дальше живет как будто ничего не произошло а человек который радеющий о своем спасении он предпринимает подвиг исцеляющий эту рану и вот говорится отнюдь не тем путем которым заблудили то есть не таким не нерадением надо возвращаться а большим усердием то есть случилось у нас у кого-то мы обозвали как там к примеру разгневались на кого-то то не просто покаяться в этом и расслабиться дальше а именно надо подвязаться против этого злоречия которая внутри нас есть быть готовым потерпеть что-то взамен от другого человека возможно господь все устроит своим промыслом для нашего спасения но иметь такую готовность нам необходимо я видел двух одинаковым образом и в одно время идущий ко Господу это наверное да говорится когда Петр и Иоанн поспешили ко гробу один из них был стар и превосходил трудами а другой ученик но тече скорее старцы и прежде приди ко гробу смирения то есть говорится о том что есть преподобные отцы которые всю жизнь подвязались в подвиге тяжелыми трудами стяжали себе спасение вот а некоторые даже молодые путем послушания смирения за короткий срок зашли на высоту святости здесь мы можем вспомнить ученика преподобного Ава Дорофея молодого ученика по имени Досифей все а в особенности падшие должны беречься чтобы не допустить сердце не дух безбожного оригена ибо скверное его учение внушая Божьим человеколюбие весьма приятно людям сластолюбивым где-то в другом издании лестницы я читал написано ибо он противопоставлял Божьи милосердия Божьей справедливости был такой мыслитель ориген это очень конечно был талантливый человек даже гениальный такой ученый еще во времена мученические то есть скончался он по моему в 170 нет 270 году примерно если я не ошибаюсь и даже он хотел стать мучеником но не получилось у него а отец у него мученик мне кажется Леонид звали так вот у него конечно очень много трудов было он толковал священное писание знал много языков и много хороших сочинений издал действительно поучительно таких подвижничал но он имел и очень большое заблуждение он говорил о том что ну известное учение апокатастасис называется о том что в конце времен все вернется на округи своя бог всех простит и дьявола и грешников они какое-то время помучаются потом мучения тем временны и все восстановится в боге вот а святые говорят что это нечестивое учение вот и то есть оригинк захотел быть добрее самого бога то есть он логически пришел к этому не от духа святаго это учение его было как учение других святых отцов а именно путем размышлений философских построений он пришел к тому что бог же милость значит нужно всех помиловать все же у людей и у ангелов есть свобода и любить может только свободное существо и спасение это есть любовь к богу богообщение а дьявол он не хочет помилования поэтому невозможно его спасти и вот здесь в контексте подвижничества аскетики Ава Иван лестничник говорит что некоторые читая оригена увлекались его поучениями ну говорят ну ладно тогда я не буду подвижаться даже если я в ад пойду какое-то время там помочь все равно потом спасусь и для нерадивых людей это является такое как палочка выручалочка ну ложной надежды вот в том и суть всякой ереси что она дает ложную надежду и обманывать потом то есть это учение дьявольское поучение поучение моем пача же в покаянии моем разгорится огонь молитвы пожигающий вещество грека образом примером правилам и образцом покаяния да будут тебе прежде помянутые святые сужденники и ты во всю жизнь не будешь иметь нужды ни в какой книге доколе него сияет тебе Христос Сын Божий и Бог воскресенье истинного покаяния аминь на пятую степень вошел ты покаявшийся покаянием пять чувств очистил и произвольным томлением и мучением ты избежал невольного то есть говорится о том что ты возложил на себя труды покаяния добровольное такое иго чтобы избежать невольного то есть наказание в будущем веке вот мы закончили пятую степень ну теоретически конечно сейчас надо практику наверстывать в этом отношении что-то для себя взять то что нам подходит по нашим немощам по нашим силам когда я помню одному человеку в монастыре даю послушание он жалуется на ну я на может не смогу я ну давай так по силам он говорит по немощам сразу себе планочку опустил вот ну и мы здесь давайте не будем говорить что нам все это невозможно мы не святые мы это не потянем все таки хотя бы как здесь говорится уязвимся тем что вот были же стреции которые такое покаяние богу приносили и укорим себя что мы не можем нести таких подвигов и стяжем смиренно мудрия что мы еще очень-очень отсталые в подвижничестве в православии люди вот но на этом лестницу заканчиваем и сейчас еще немножко побеседуем